Хоба! Привет, с вами доктор Влад. Ну, ребята, я сейчас читал Юлию Латынину, да, я её не слушаю, я её читаю. Вот, и у неё вся статья посвящена тому, что блокады Ленинграда не было. Вот это второй мой такой удар по мозгам, после того, как я узнал, что Сталин вместе с Дитлером, оказывается, начали Вторую мировую войну. Ну, вы знаете, я уже об этом рассказывал, да? Захват Прибалтики, захват Польши. Вот, и сейчас она рассказывает, тут очень много, очень много, вот, ну, практически всё её выступление посвящено именно Ленинграду. Ну, я вам просто коротенько смысл, хотите, почитайте, ну, знаете, как латыни найти, да, последнее её выступление. В чём смысл, да, блокады Ленинграда не было, оказывается, было Ладожское озеро. Вот мы в школе, никто не задался вопросом, а может быть, нам объясняли, я помню, ещё со школы Ладога, дорога жизни, под бомбёжки доставляли продукты и так далее. А, летом-то чё? Ну, это ж озеро. Ладожское озеро. И, оказывается, в Ленинграде было страшное количество просто туева хуча любых этих самых кораблей каких-то, катеров и вообще чего угодно, вплоть до рыбацких лодок. Да, и там расстояние-то небольшое. И элементарно можно было наладить снабжение продовольственное так, чтобы они вообще ни в чём не нуждались. Понимаете? Или уж, по крайней мере, чтобы у них была не 150 грамм пайка хлеба, а 400, что уже невозможно человеку умереть, вот если ты каждый день получаешь 400 грамм хлеба. Давно посчитали. Вот она цитирует всё время Марка Солонина, видимо, хорошая какая-то книжка, да. Ну, вот она объясняет, что Ленинград был подготовлен Сталину как гигантская ловушка. Типа, туда немцы придут, а им придётся кормить, значит, всех этих ленинградцев, да. Ну, в общем, это вторая гадость, которую я узнал. И, в общем, почитайте. Не было блокады, ребята. И почему её не праздновали, вот это освобождение, да, первые годы? Потому что Сталин боялся об этом рассказать. Да, была Ладога. И летом. И она объясняет. Конечно, там не было немецких подводных лодок, там не было вообще немецких кораблей. И любая баржа ночью в темноте могла привезти сколько угодно хлеба. И могли вывести обратным путём сколько угодно людей. Вы можете это представить? Кошмар. Ну, ладно. Едем дальше. Госдеп прокомментировал решение России о пристановке участия в ДРСМД. Ну, смотрите. Сначала Америка предупредила, потом Россия ответила, потом Госдеп прокомментировал. Это, знаете, это вот гитара висит, да. Я оглянулся посмотреть, не оглянулась ли она. Чё-то какие-то игры непонятные. Хотя, дело-то серьёзное, ракеты. Ладно, сборная России по хоккею с мячом выиграла чемпионат мира и везде. Дэл-дэл-дэл-дэл-дэл-дэл-дэл. Ну, это русский хоккей. Ну, странно, если бы кто-то выиграл. Уже какой-то сороковой раз они чемпионы. Двенадцать раз. Ну, молодцы. Хорошо. В Страсбурге отказались вернуть России взнос с ЕЕ. Ну, помните этот саратовский Вячеслав Володин сказал, что им должны вернуть взносы. Накося, выкуси. Вот. И давайте платите сейчас. Ну, Володин после этого сказал, что после выхода России Совет Европы перестаёт существовать. Ага, ну-ну, мечтать не вредно. В Госдуме хотят конфисковывать все имущества у нарушителей границы. И знаете, чем это? Ну, я не знаю, как это, штаны что ли с них снимать, да? Вот. Значит, законопроект необходим, так как обычно такие преступления совершаются с использованием средств передвижения, которые могут нанести вред жителям пограничных территорий. Я в затруднении. Какие есть средства передвижения, которые могут нанести вред? Это что такое? Это что за средства передвижения? Ну, я этого совершенно не понимаю. Я вообще не знаю средств передвижения, которые могут нанести вред. Ну, вот я говорю там, ну, помните 9 тонн кокаина? Вот, наверное, у них кокаин-то кончился, да? Мы решение довезли, и вот они сейчас, не знаю, чай что ли курят. Непонятно. Иран представил новую крылатую ракету. Ну, конечно. Друзья Путина представляют ракеты. Крылатые ракеты летят, летят, летят. Что-то я сегодня пою. В Коломнести городской суд отправил под домашний арест активиста Вячеслава Егорова. За неоднократное нарушение порядка проведения митингов. Интересно, как это всё обосновывается. Вот в «Ведомостях» пишут, что Следственный комитет преодолел постановление Конституционного суда, потому что этот Конституционный суд постановил, что нельзя человека арестовывать, если он не создал там чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё. Ну, в общем, он не создал этого. Да. За нарушение порядка проведения митингов можно приговаривать только в том случае, если оно повлекло утрату мероприятий мирного характера. Вот. А мероприятие мирного характера не утративало. Или привело к причинению существенного вреда здоровью и имуществу. Ничего такого не было, но его всё равно арестовали. Пофиг. Он что, народным героем? Они что, народным героем хотели его сделать? О странностях с задержанием сенатора. Тоже никто внимание обратил, да? А вот Владимир Пастухов, политолог, обратил внимание, он в Лондоне живёт. И он обратил внимание. Вот когда они его брали, сенатора этого Арашукова, он один единственный момент уточняет. А, говорит, а если бы у него оружие было? Ну, запросто. Чё, они там все с пушками ходят? И он начал бы полить. 32 года, горячий, совсем горячий. И начал бы полить. И пострелил там кого-нибудь. Матвиенко или ещё кого-нибудь. Прямо в красные трусы попал ей. И что было бы, да? Вот они же... Он пытался ведь убежать-то, да? Он пытался убежать. Матвиенко его останавливал. Вот он пишет, 32 года, южный темперамент, испуг. Короче, горячая голова, холодное сердце и нечистые руки начинают стрелять. Прицельный или нет, уже особого значения не имеет. Сто процентной гарантией, что у такого сенатора нет оружия, не мог дать никто. Замкнуто пространство, небольшое помещение, это я уже читаю. Страна могла в течение нескольких минут лишиться председателя Совета Федерации. Всё-таки третье лицо, Валька Цасуля, да? Председателя Средственного комитета и самого генерального прокурора. Не говоря уже о десятке другом простых сенаторов. Но это, допустим, не так важно, потому что кто же их считает? Да, вот такие дела. Ну ладно, короткий у меня сегодня, короткий выпуск. Я, знаете, что вам скажу? Вот у нас сейчас, угадайте, какая погода. Помните, я два дня назад вам показывал, рассказывал, собаки бегали, бедные, на трёх лапах, холодно было, минус 33. Сейчас у нас плюс 7, завтра будет плюс 12. О, такая погода в Чикаго. Всего хорошего, до свидания, доктор Влад с вами. Субтитры сделал DimaTorzok